МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Зверево продолжается работа по усовершенствованию управления многоквартирными домами. На днях состоялось заседание круглого стола с участием представителей различных организаций и учреждений сферы ЖКХ. Мероприятие, проходившее в новом здании городской библиотеки, вел глава администрации города Зверево Михаил Солоницын. Мы говорили о сбалансированных отношениях между собственниками и управляющей компанией, выстраивании таких отношений, которые устраивало бы и самих собственников, и саму управляющую компанию, потому что здесь очевидно противоречие. Собственник хочет и желает, и, наверное, было бы неплохо, меньше минимум платить, при этом пальцев не хватит хотелок. То есть и то хотим, и то хотим, и то хотим, и вот это, а все стоит, конечно, средств. Ну и у управляющей компании то же самое. То есть у них меньше затрат и больше доходная часть. Здесь совершенно очевидно, все это является противоречием. И, естественно, эти противоречия можно решить тогда, когда будут сбалансированы правильные отношения. Мы с вами обсуждали все моменты, где у нас серьезные огрехи. И в управлении, и в контрольных функциях, и со стороны управляющих компаний. Я имею в виду все, что касается обследования общего имущества. Мы просто не знаем или не знали до определенного момента, как это выполнить. Естественно, нам нужно было включиться, и сегодня мы уже готовимся к отопительному периоду совсем по-другому. И формированию, кстати, тарифа уже совсем по-другим моментам. Мы уже, я знаю, делаем обследование на квартирных домах, делаем дефектные акты обследования, делаем дефектные акты, согласуем с собственниками. И уже здесь появляется не что иное, как взаимоотношения в части формирования тарифа. Тогда уже появляются те дефекты, которые мы с вами прорегламентировали на пять классов, опасные и угрожающие жизни и здоровье, экономически безопасные. И те три направления дефектов, которые мы их называем хотелками, которые бы хотелось бы нам выполнить. Уникальность этой встречи состояла в том, что зверевчане смогли получить информацию о новых подходах в решении проблем в отрасли ЖКХ, что называется «из первых уст», так как главным лектором заседания «Круглого стола» выступил член экспертного совета комитета ЖКХ Государственной думы, один из авторов жилищного кодекса, ведущий российский юрист Сергей Филимонов. Поэтому первый вопрос, на который мы сами себе задали и нашли ответ, это что, какие виды деятельности должны мы выполнять в силу прямого указания нормативных актов, которые устанавливают обязательные требования. Их полторы тысячи видов деятельности. И давайте исходить с того, что, допустим, у нас у большинства населения многоквартирные дома, это крыша над головой, это основная наша ценность в жизни, что мы получили, и это среда, в которой мы находимся постоянно. И мы не должны быть безразличны от того, что будет с нашим объектом недвижимости, и в чьи руки они выпадут в управление. Но, с другой стороны, по закону мы должны, как граждане, формировать заказ. Мы не имеем понятия, как это делать. Да и полторы тысячи видов деятельности, да еще чтобы это было экономически обосновано и сбалансировано, это нереально. У нас сейчас, к сожалению, в законодательстве идет перегиб, у нас законодатель отчитывается количество принятых нормативных актов, а не конечным результатом каких-то процессов. Поэтому мы с вами становимся заложниками. С одной стороны, это работодатели, то есть хозяйствующие субъекты, управляющие государственные коммунальные предприятия, с другой стороны, население. И государство, единственное, последние новации, которые были приняты в виде 59-го закона, приходят на прямые отношения, их беспокоило только, чтобы не было конфликта. А есть экономика, нет экономики. И как все это сделать, реализовать, это открытый вопрос по сей день. Сергей Леонидович, являясь разработчиком документов в области жилищно-коммунального комплекса, видит путь решения всех разногласий между хозяйствующими субъектами, управляющими организациями и собственниками МКД в ником объединении, создавая так называемые единые правила игры. Мы должны найти компромисс бизнеса, власти и населения. И государство таких механизмов никто просто не разработал. Но если есть политическая воля власти, если есть желание экономически выгодное для юридических лиц, и это будет понятно для населения, то можно найти компромисс. Мы такие компромиссы создавали. Мы в 126 городах, я занимаюсь построением систем управления городом, вот мы делали Ростов-на-Дону, когда у вас был Чернышев Михаил Анатольевич, мы делали Ярославль, Волгоград, делали многие, Петропавловск-Камчаткин, Южно-Сахалинск, ну 126 городов. И почему я так уверенно говорю, и не просто так, знаете, общими фразами, а потому что я это прошел, я знаю, как это делать. Я вижу результат, который появляется. Также гость высказал очередную точку зрения, предложив органы местного самоуправления как более выгодную альтернативу жилищному надзору. Первое, чему мы учим хозяйствующих субъектов, что научитесь работать с населением, четко понимая, чтобы все жалобы шли к ним, а не к жилищному надзору. Потому что любой жилищный надзор, жалобы, это все, это штрафные санкции 300-400 тысяч рублей. Если, допустим, у вас проблема на 5 тысяч рублей, вы заплатите штраф 400 тысяч. Ваши же деньги. Не менее инновационно прозвучал компромисс по поводу тарифов на ЖКУ. Если сегодня не повышать размер платы, ты станешь банкротом. Нужно эту задачу решить. Мы нашли ее за счет планирования деятельности. Когда Михаил Владимирович сказал, для меня это, я знаю, как технологически это все выставлено, то есть мы когда видим все неисправности, мы определяем их степень опасности, а тем самым определяем перечередность выполнения. Если мы заключаем с вами договор на 5 лет, то мы можем все эти обязательства, какие работают, в какие сроки сделать, испределить на срок действия договора до 5 лет. Когда жилищный надор нас не трогает, население четко будет знать, когда что должны делать, и не будет банкнотами управляющих организаций. Кроме того, Сергей Филимонов представил тему отношений с ресурсоснабжающими организациями весьма наглядно. Цель вопроса, где сидит управляющий конкурс? Она сидит здесь за посадочные данные. Где сидит управляющий конкурс? Вот в этом месте происходит купли-продажи, они должны объем по общедомовому прибору учета умножить корректурный данный ресурс, который устанавливается в ней регулятор, корректурный данный ресурс. Мы включаем объем средств, который управляющий должен заплатить. С другой стороны, она должна эти деньги собрать. Тоже объем, умноженный на индивидуальные показания приборский учет и больше. Так вот, с коммунальным предприятием стоит вопрос, какой законодатель регулируется здесь, вот такие виды отношений, а какой здесь. Они будут одинаковые. Не одинаковые, но голубые. Также участники встречи смогли задать свои вопросы эксперту, касающиеся, например, правомерности, включения в общедомовые нужды такой услуги, как стоки воды, тех или иных задолженностей и многого другого. Дав устное разъяснение, ведущее мероприятие Филимонов и Солоницын предложили всем желающим взять с собой пакет документов в электронном виде. Вдохновленные участники встречи решили продолжить обсуждение назревших проблем в сфере ЖКХ в ближайшее время. Наступила горячая пора не только летних отпусков, но и подготовки к зиме. Так, на днях в администрации города Зверево состоялось очередное заседание штаба по подготовке объектов жилищного фонда, социальных и инженерных инфраструктур к эксплуатации к предстоящему осенне-зимнему периоду. Вел заседание директор управления ЖКХ администрации города Андрей Колесников. Он сразу перешел к повестке дня, основным вопросом которого стали отчеты по подготовке к отопительному сезону. Первыми отчитались ресурсоснабжающие организации. Согласно графика, мы закончили капитальный ремонт по улице Кирова 470 метров и 580 метров. С сегодняшнего дня мы начали капитальный ремонт по улице Горького. Там у нас всего 1700 метров. Ну, этапно будем, квартально, чтобы люди без воды не оставались. Все нормально, материал есть? Материал есть, дело в технике, чтобы техника не поджила. Но у вас уже, уважаясь, решение этих учредителей, я поняла вас, тут сейчас мы будем писать служебку на укомплектование еще двух бригад ремонтных. Потому что те бригады, которые у нас есть, они не справляются, но не успевают просто. А еще ряд вопросов у нас сейчас пошел в шквал опять, что люки не закрыты. Люков пока нет еще. Пока только на торгах все. То, что привозили 25 люков, 15 мы установили на ВС и остальные 14 установили на канализацию. А по гидрантам? По гидрантам... Служебку написали? Да служебку-то мы написали, но когда нам их закупят... А где-то какой поставили? Пока никакого. Это служебная записка. Недали нет? Да. С ОМТС пока не было звонков. По задолженности вы тоже? По задолженности, к сожалению, отчет мы подготовить не можем, потому что мы все здесь с переездом, у нас нет интернета, а вся эта информация в центральном... Никаких серьезных проблем, тормозящих выполнение работ по графику, не озвучили ни ресурсники, ни управляющие компании. Ремонт кровли полторы тысячи квадратов, это по Зверевской управляющей компании. Ремонт системы водоснабжения, 60 метров погоны, что составляет 123 процента. Запланировано. Запланировано. Ремонт системы канализации, 128 метров. Система отопления, 28. Замена пластиковых окон, 52. Ремонт межпанельных швов, 120 метров. По Зверевской все, по Энергодону. По Энергодону. Ремонт системы водоснабжения, Макаренко, 8. 37 погонных метров. Ремонт системы канализации, обухово 34. Это замена вывода, было 7 метров погонных. Ремонт системы отопления, Макаренко, 19. 20 метров погонных. Спил деревьев, 6 штук, 5 отформовано, 70 процентов от плана. Ремонт подъезда, Ивановская, 5, Шолохово 11 было дома, 50 процентов от плана. Работы по ремонту Соколей, 3 дома сделали, еще нам один остался, так получается уже 80 процентов. Капитальный ремонт, системы теплоснабжения сделали, Парижская, 29, Обухово 13, Ивановская, 11 текущий ремонт. Продолжаются работы по текущему ремонту фасада Обухова 41. Осталась передняя лицевая часть отмоски, накрыть козырьки, входы в подвал. Заменено 4 канализационных выпуска в 4 домах, это 35 процентов от плана. Основная масса у нас пойдет на благоустроенный двой. Это Ивановская, 5, 7, Макаренко, 16. Там будет 7 выпусков канализационных заменено. Установили 4 двери с системы доступа к констерролям в одном доме 4 штуки. В 3 домах установили окна из ПВХ. Это 75 процентов от плана. Для городского коммунального хозяйства сейчас главное подготовить к зиме спецтехнику. Второй грейдер ножи приобрели. Лопату сейчас заканчивает ремонт. Сегодня дезин ножи установят. Оба грейдера подготовили. Да, лопату вылинули прессом. Сейчас ставят ножи, усилят ее. И будем устанавливать. В ходе заседания также рассмотрели вопрос по задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы. Лето. Пора отдыха, но не для всех. У бывших 11-классников горячая пора продолжается. Они ищут, выбирают свою будущую профессию. Кстати, вузы заканчивают прием заявлений и начинают зачисления. А какая профессия самая востребованная и важная? Вначале спросим у зверевчан. Мне кажется, все профессии важны. Нету неважных профессий, не бывает. Каждая профессия важна. Начиная от уборщицы, заканчивая нашими шахтерами. Собираюсь поступать на банковское дело, в шахты. Думаете, банкир – важная профессия на сегодня? Думаю, да. Думаю, так же, как и мама. Все профессии важны. Важный учитель, педагог и медик. Ну и они должны быть востребованы, высокооплачиваемы. А можно у девочки спросить, как она думает? Она же будущая выпускница. Как ты думаешь, какую бы ты профессию сегодня выбрала? Ну, я думаю, что может, журналистика и иностранные языки репетитором по английскому. Ну, я думаю, это сварщик. Если мужские профессии, сварщик. Самая такая, электрики. Ну, вот там, кто их, они идут неизвестно куда. А женские? Женские. Медсестры, врачи. Больше всего. Продавцы, скорее всего. Все работы хорошие, выбирай на вкус. Ну, все-таки. Ну, нельзя. Работы. Главное, чтобы человек работал. Все остальное. Никаких этих самых критериев нету там. Для каждого человека, как женщина, для каждого своя. Поэтому и работа для каждого своя. У меня, например, профессия повара была всю жизнь. Работала я. И довольная была. Вот. И сейчас я работаю в той же сфере. Пирожки делаю. Продаю людям. О, ну, я думаю, сфера услуг что-нибудь. Ну, продавцы, наверное. Может быть, еще какие-нибудь консультанты. Может быть, какие-нибудь юристы. Не знаю. Я думаю, что сфера услуг, скорее всего. Я даже не могу сказать. Ну, в основном, такие бюджетные. Это медики, учителя. А сейчас шахтеров, в принципе, нет. Шахты позакрывались. Только такие. Определились, куда будете поступать? Хотела на банковское дело, но передумала. Пока еще размышляете, да, что выбрать? Да. Еще раздумья. Ну, вы считаете так, что банкир – это сейчас самая востребованная профессия? Или просто по своим силам, возможностям? Скорее, по возможностям, по силам, чем востребованная. Ну, а как вы думаете, какая важная профессия сейчас? Педагоги и медики. Ну, наверное, продавец. То товарами, сам хозяин, на себя сам работает. Ну, такие, я думаю, больше ничего такого. Дочка нигде не может устроиться здесь. Тоже и в этот ходила, в бюро занятости тоже. Никак не можешь не делать. Только в торговлю. Строительство было у нас, а сейчас все позакрыли, люди ездят только в поездки. Самая важная профессия – бухгалтер на всю жизнь. На всю жизнь. Вы, наверное, бухгалтером? Нет, я жалею, что бухгалтером не буду. Ну, я считаю, что, прежде всего, конечно, сейчас экономические профессии больше всего востребованы, в основном, юристы. Потому что сейчас даже вот в полицию, например, берут именно с юридическим образованием. Также можно устроиться с юридическим образованием в принципе на разное предприятие, потому что юристы всегда требуются. Правовые знания сейчас очень важны для людей. Также сейчас очень важны инженерное образование, очень важно, потому что сейчас поднимается производство, строятся заводы. И обязательно нужны такие высококвалифицированные кадры, которые будут знать свою профессию и поднимать производство. Ой, даже без понятия, если честно. Не знаю, учитель, воспитатель, может быть. Ну, самое востребованное, важное, я думаю, в наше время, ну, ее не существует, крановщики вообще-то. И каждый по-своему прав. Но существует мнение, что в условиях российской экономики самая востребованная и важная профессия все-таки связана с торговлей, рекламой, маркетингом и продвижением. А конкретно, мерчендайзер – это тот, кто правильно выставляет товар на полках, копирайтер – это как бы наш коллега, который пишет рекламные тексты, ну и, конечно же, продавец. От компетенции этого человека зависит 50% успеха компании. Не делает перерывов на лето и комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Но все-таки заседание комиссия начала с летнего оздоровления детей и семей, попавших в социально опасное положение. Так, на конец июня по бесплатным путевкам уже отдохнули 22 ребенка. И еще столько же оздоровится к августу. Также была затронута тема организации раннего выявления безнадзорных несовершеннолетних, которая нашла свое продолжение в рассмотрении административных материалов. Часть из них имела отношение к детям, находившимся вблизи железной дороги, что подвергло угрозе их здоровье и жизнь. Шалость вблизи железной дороги не остается безнаказанной. Дети получают травмы различной степени тяжести. Многие остаются инвалидами или совсем погибают. Родители должны объяснять это детям. В наших программах мы часто говорим о вреде курения. Но сегодня речь пойдет о еще более вредных контрафактных сигаретах. Продается контрафактная табачная продукция обычно какого-нибудь подпольного цеха, где табачную смесь делают не по технологии и сырье берут неизвестно откуда. При ее курении возможны серьезные травления. Такие случаи известны. В поддельных изделиях, чтобы снизить себестоимость, используют дешевую бумагу и некачественные фильтры, дешевые сорта табака и отходы производства. Содержание никотина и других вредных веществ в контрафактных сигаретах не контролируется. Как отличить легальную пачку от нелегальной? Каждая пачка сигарет должна содержать следующую информацию на русском языке. Наименование вида табачного изделия, наименование табачной продукции, наименование и местонахождение изготовителя, сведения о наличии фильтра, сведения о количестве штук или массе, предупредительные надписи о вреде употребления табачных изделий, информация о содержании смолы и никотина в дыме одной сигареты, знак обращения на рынке, сведения о максимальной розничной цене в рублях, месяц и год изготовления, наличие основной предупредительной надписи о вреде курения, курение убивает, курение вызывает инфаркты и инсульты и так далее. Курильщики должны обратить внимание на нарушение пропорции, непривычное расположение элементов дизайна, табак между пачкой и целлофаном и даже криво наклеенную акцизную марку. Призываем не употреблять некачественный товар. В случае обнаружения нелегальной табачной продукции просьба обращаться в отдел экономики и потребительского рынка администрации города Зверево. Телефон горячей линии 8 863 55 6 00 56. В современном мире люди делятся на пешеходов и водителей. От того, как они будут соблюдать правила, зависит человеческая жизнь. Разъяснительную работу по соблюдению правил дорожного движения и профилактики дорожно-транспортных происшествий нужно начинать с дошкольного возраста. Именно так считают в сказочной стране детского сада «Аленушка», где прошла квест-игра по правилам дорожного движения «Безопасная дорога». Идея игры проста. Команды, перемещаясь по точкам, выполняют разные задания. Но изюминкой такой организации игровой деятельности состоит в том, что, выполнив одно задание, дети получают подсказку к выполнению следующего, что является эффективным средством повышения двигательной активности и мотивационной готовности к познанию и исследованию. Приняли участие в данном мероприятии воспитанники подготовительной группы «Теремок», старших групп «Цветочный городок» и «Сказка». В гости к ребятам пришел Светофор Светофорыч. Его роль исполнила воспитатель Амельченко Людмила Александровна и вместе с ведущей воспитателем Смирновой Анной Сергеевной пригласили дошколят в путешествие. На веселом паровозике Букашкина они разыскали карту и, двигаясь строго по правилам, отгадывали загадки, выполняли спортивно-игровые задания, угадывали дорожные знаки. Проходя этапы, дети учились ориентироваться на местности, читать информацию по карте. Помимо логических заданий по правилам дорожного движения, на пути ребята танцевали, играли в подвижные игры, а также обыгрывали ситуации, которые могут произойти на дороге. Кроме того, ребята приняли активное участие в конкурсе рисунком на асфальте, а закончилось мероприятие автодискотекой, в авангарде которой были члены команды ЮПИТ «Светофор». 20 июля отмечается Международный день вкусного и нежного лакомства торта. Если вы сладкоежка, то следующая информация специально для вас. Торт относится к тем десертам, возраст которых точно никто не знает. Предположительно, первые торты появились приблизительно 2000 лет назад, скорее всего в Италии, так как в переводе слово «торт» с итальянского языка обозначает нечто замысловатое, красивое, украшенное. На сегодняшний день законодательницей моды в мире тортов по праву считается Франция. Именно французскими кулинарами и кондитерами на протяжении веков диктовались тенденции в украшении и сервировке этих сладких шедевров. Кроме того, во Франции появились дезе, кремы, карамель, желе и бисквиты. То, без чего современные торты невозможны. Кстати, самым дорогим тортом, стоимость которого составляет 20 миллионов долларов считается торт, испеченный кондитерами из Беверли-Хиллз. Поверхность этого торта была усыпана бриллиантами, за сохранностью которых следил целый отряд охранников. Интересный факт. До наших дней сохранился торт, которому 100 лет. Он был найден на чердаке южноафриканским фермером, а сохранился он благодаря повышенной концентрации коньяка. Торт был испечен в «Золотой свадьбе» в 1902 году, но никому неизвестно, почему его не съели. На сегодняшний день самым огромным тортом считается гигант 59 тонн, созданный по поводу празднования столетия Лас-Вегаса. Над созданием этого торта трудились 600 кондитеров. Этот торт длиной 31 метр, шириной 15 метров и высотой всего лишь 50 сантиметров. Самые любимые в мире торты тирамису, птичье молоко, шварцвальдский, киевский, чизкейк, захер. Но первое место по популярности занимает, никогда не догадаетесь, Наполеон. Кстати, мой тоже самый любимый. Вот сейчас пойду и съем кусочек. Редактор субтитров А.Семкин